Давайте откроем Римлянам. Первая глава. 16 стиха. «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что во мной есть сила ко спасению всякому верующему». Во-первых, Иудею, потом Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, «Праведный верою жив будет». Он подчеркивает это, и Он говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила». Я не чувствую этой силы, может быть, на данный момент, в данной ситуации, но оно есть сила. Потому что есть вещи, которые по-настоящему нас спасают, которые нас лечат, которые нас избавляют и благословляют. Чудо не всегда нас исцеляет. О, да. Чудо не всегда нам дает жизнь вечную. Чудо не всегда благословляет нас. Оно стимулирует нашу веру, чтобы мы утвердились в нем. Благовествование Иисуса Христа говорит о том, что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. И я хочу вам просто предостеречь. Есть вещи, которые вам очень нравятся сейчас. Но есть то, что Иисус заповедовал, от чего я буду чувствовать силу. От чего я буду ощущать свое благословение. Это благовествование. Я еще не понимаю, что такое благовествование, но я сейчас тебе нарисую. Для того, чтобы благовествовать, ты должен знать того, о ком ты говоришь. О, ты не должен о нем слышать, потому что некоторые, слыша, пытались изгнать беса об Иисусе Христе, которого проповедовал Павел. И у них это не вышло. Ты должен лично знать того, чтобы благовествовать. И Иисус говорит своим ученикам, вы будете мне свидетелями. Потому что вы от начала со мной, вы знаете меня. И я вам хочу сказать, вы не можете быть свидетелем Иисуса Христа, если ты не знаешь. Если ты получил просто чудо, получил исцеление, какое-то благословение через служителя Иисуса Христа, через тех, которые имеют то помазание, это не значит, что ты свидетелем Иисуса Христа. Есть сила Божья, которая проведет тебя через всю жизнь. Ты можешь засвидетельствовать о чуде, но ты не можешь засвидетельствовать о силе, потому что сила Божья благовествуется, когда ты знаешь того, о ком ты говоришь. Я хочу, чтобы каждый из нас встретился и пережил эту встречу с Иисусом. Никодим приходит к нему в третьей главе Иоанна ночью, и он спрашивает его, ты знаешь все и расскажи нам все. Но он не знает Иисуса. Вы знаете, мы часто приходим в церковь, мы хотим получить таблетку от нашей боли, от наших проблем в сегодняшних заботах. Но Иисус говорит, слушай, веруй. Просто веруй в меня, и если ты будешь веровать, то спасешься. Это достаточно для того, чтобы получить все остальное. И я вам хочу сказать, что есть сила в вере в Иисуса, каждому из вас. Но эта вера приходит от того, что ты его познал. Ты с ним встретился. Ты узнал, какой он. Ты узнал, кто он для тебя. Ты знаешь его. И вы знаете, почему Никодим не знал? Потому что Никодиму надо было пройти путь веры. Ему надо было быть возле Иисуса. Ему надо было ходить с Иисусом. И мне тоже это надо. Слушайте внимательно. Я хочу сказать, если ты встречаешься с Богом только по воскресеньям, ты похож на Никодима. Тебе надо быть постоянно с ним. Что такое постоянно? Я должен отдать ему время. Время это то, что может быть своровано и может быть как бы направлено на наше удовольствие. на мгновение решения проблем. Я хочу мгновенного решения проблем. Но так не бывает. Вы знаете, Бог творил шесть дней. Но творение то, что произошло Вы помните, Иисус пришел через сколько там лет было? Больше трех тысяч лет после творения. Да? Больше трех тысяч лет. По какому такому критерию пришел Иисус? Иисус Библия говорит, когда пришла полнота времени. Когда время стало полным. Вы знаете, есть моменты в моей жизни, когда я начинаю приобретать что-то, и время становится полным для меня. Если вы ребенку дадите что-то, что он не заслуживает сейчас, дайте ребенку двухмесячному телефон, он его сломает, или двухмесячному, двухлетнему, да, он его сломает, разобьет и сделает что-то, он его разрушит. Он не может пользоваться теми вещами, которые потом он может воспользоваться, и может пользоваться нормально. Когда приходит время, и я вам хочу сказать о времени, время я должен научиться распределять в своей жизни, для того, чтобы там было место, я не стыжусь благовествования Христова. Я снова говорю, это основной стих у нас, потому что, когда я распределяю время, не познаю Иисуса Христа, и я не хочу знать Его, потому что Он уже мне известен. Слушай внимательно. Ученики ходили с Иисусом Христом, но когда Его не стало, они поняли, что они потеряли что-то. И Иисусу пришлось их собирать в Иерусалиме, чтобы они стали свидетелями, когда сойдет на них Дух Святой, потому что Он остался с ними, и они имеют общения. Им чуть-чуть сложнее стало общаться с Ним, потому что тут глаза их видели, а здесь теперь им надо ходить верой, как и нам теперь. Но это в постоянстве им надо ходить. Нам надо научиться ходить в постоянстве, нам надо тратить время на то, чтобы искать Бога в своей жизни. Библия говорит, если я не ищу Его, о, некоторые считают Библию. Вы знаете, у меня был друг, который читал Библию, он цитировал песни наизусть. Я не знаю, он жив или нет, он был пожилым человеком тогда. Он доктор был. И он неверующий человек. Он перевел несколько книг, но он неверующий человек. Цитировал он это в основном только застолье, когда было, когда кого-то надо поздравить. Но смысл не в этом. Смысл в том, что, когда ты читаешь Библию, читаешь Слово Божие, читаешь его, оно тебе не дает пользы, потому что ты ищешь совсем другое. Судьи читают Библию. Мы часто читаем то, что Бог дал нам, но ищем совсем другое. Кто-то ищет осуждение брату, кто-то осуждение сестре, или оправдание свое. Вы знаете, но он не ищет на этих страницах Иисуса Христа. Я вам хочу сказать, что бытие, в начале бытия написано об Иисусе Христе больше. Я вам просто расскажу. Чуть-чуть, немножко. Можно? Можно? Немножко. Бытие. Первая глава. Бог создает. Все создал. Прекрасно. Мужчина, женщина. И вы знаете, самое интересное, он берет женщину откуда? Плоть от плоти. Из ребра. Он приводит эту женщину к мужчине и говорит, так, а ты теперь назови ее. И он говорит, это плоть от плоти, кость от костей моей. Будет она мне женой. Послушайте. Это прообраз церкви. Я хочу, чтобы вы услышали. Приединый Бог создает уже церковь. Прообраз водами и Еве. Водами и Еве. Прообраз плоть от плоти, кость от костей. Иисус пошел на крест для того, чтобы мы ели сегодня его плоть. Кушали. И мы имели плоть от плоти, кости от костей. Мы имеем то же самое. Мы имеем кровь. Душу его, дух его, жизнь его. И мы полностью отданы ему. Это я просто говорю, Иисус Христос, Он на первых страницах Библии. Это образ для нас. Мы можем читать и рассуждать, но не видеть того, что Господь определил для нас и дал нам как откровение. Я просто привел вам пример. Некоторые читают бытие, знаете, для чего? Чтобы найти там какие-то заковырки. Где там Бог, а где не Бог, где там еще что-то. Я там хочу найти Иисуса Христа. Послушайте внимательно. Как только ты встретишься с Иисусом Христом, ты начнешь быть свидетелем свидетелем Его. Потому что Он говорит, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила. Благовествование Господь пришел и примирился. Адам с Евой согрешают. Помните, что происходит? Наш Иисус не оправдывался и не говорил, что они виноваты. Он оправдывает церковь. Послушайте внимательно, это другой Адам. Не тот Адам, который был в начале, но это тот же прообраз нас. И вы знаете, когда Бог обращается к нему, Адам, что с тобой случилось? Он чувствует себя неудобно. Он чувствует себя неудобно. Вы знаете, когда вы чувствуете себя неудобно, вы стесняетесь и ты это сделал. Нет, не я. Вы вроде бы это и сделали, но вы не хотите, чтобы на вас была вина, потому что вы бежите от этой винности, вы не спихиваете ее. Нет, от нее, честно говорю, вы же говорите правду, что вам дали. они виноваты вокруг. Все вокруг виноваты. То, что мы не состоялись, в нашей жизни что-то не произошло хорошее, это виноват папа, мама или еще что-то, невозможность заработать денег или так далее. Я такой умный, я такой красивый, и у меня не получилось. Кто виноват? О, послушайте, Господь, не ел ли ты от дерева опоздания добра и зла? Что он тебя научил? Ничего хорошего. Ты только узнал, что добро и что зло, и начал чувствовать, где ты ошибаешься, где ты не такой. И оно ущемляет тебя, оно усугубляет твое состояние. И вы знаете, самое интересное, что почувствовал Адам в первую очередь? Он почувствовал, что он голый на готу свою, но скрываться начал не от Евы. от кого? Почему? По какой причине он скрывается от Бога? По какой причине мы скрываемся от Бога? Потому что грех не дает нам выйти. Не из-за того, что мы ноги, из-за того, что есть ногота, потому что... Но Бог, послушайте, это прообраз Иисуса Христа, Он зовет Адама, Он знает, что Он согрешил, Он знает, что Он не таков. Адам, что ты? И Он дает ему кожаную одежду, покрывая его грех. Этот грех нельзя смыть. Этот грех надо убрать полностью. Ты должен стать в тело Иисуса Христа, ты должен стать женой, которая святая, которая оправдывает этот новый Адам Иисус Христос. И нам надо поверить, это настолько глубоко, это настолько понятно, но это бытие. Но послушайте, то есть я должен уделять время, время изучению слова, для того, чтобы встретиться с Иисусом Христом. Где я еще должен уделять время? Скажи, скажи мне, где я, чему я должен уделять время? Я только что поделился этим откровением с тобой. Я должен уделять время церкви, быть в теле. Слушай, внимательно, пребывание в теле говорит о том, что ты одна плоть со мной. О, не, послушайте, мы вкушаем от хлеба, но Библия говорит, мы вкушаем хлеб и кровь вместе. Иисус в ту ночь, Он не раздавал, не бегал за учениками, когда те разбежались, так, кушай ты, кушай ты и кушай ты. Правда? Он собрал их вместе. Пребывание единодушно вместе дает тебе возможность быть одним телом. послушайте, ну, не ходит моя нога в одну сторону, вторая в другую. Я должен пребывать. То есть, другими словами, время, я должен тратить на церковь, на служение, время, для того, чтобы познать Иисуса Христа, я должен быть в это время. О, кто-то говорит, воскресенье, хорошо. Я трачу время больше всего, наверное. но кто-то еще больше. Моя жена. Она со мной везде. Я ее беру за руку везде, таскаю с собой. Мне очень приятно, когда со мной жена. Вы знаете, если одна плоть, то одна плоть. Везде одна плоть. И в служении тоже одна плоть. Потому что я понимаю, что без нее я ничего не могу. вы знаете, самое интересное, церковь это прообраз невесты Иисуса Христа. Если мы становимся невестой, мы должны войти в этот полноценный возраст, но для этого надо время. И чем больше ты проводишь время вместе с нами, тем быстрее ты познаешь и растешь возраст. Скажи, Христов, молодцы, аллилуйя. Это возраст Христов. Поэтому мне нравится на революционном центре, они постоянно молятся, читают Библию. Я бы с ними там был, жил там. Там так хорошо. Не, серьезно. Там заходишь и вау, классно. Сейчас пойдут в революционный центр. Нет, не надо. Вы бы хотя бы посещали в среду служение и хотя бы посещаете по вторникам в тот момент, когда вы можете домашней группы, вы общаетесь вместе, вы разделяете вместе что-то. И Библия говорит, мы не просто разделяем, мы общаемся. Иисус Христос, Он среди нас, где двое или трое, собраны во имя Мое. Хотите знать Иисуса? Будьте вместе ради Иисуса. Будьте вместе ради Иисуса. Время тратить на это. О, послушайте, есть, давайте откроем Псалом, Псалом 89. Он молится и просит Господи, научи меня. Но чему? 89.12 «Счислять так дни, чтобы приобрести сердце мудрое, научи меня». Вы знаете, я должен научиться. Третье, на что я должен тратить время свое, это на учебу. О, да, послушайте внимательно. Ученичество, это очень важно. Чтение Слова Божьего для того, чтобы встретиться с Иисусом Христом, это ты можешь сделать дома. Но есть ученичество, когда ты тратишь время, деньги, возможности, силы свои для того, чтобы научиться чему-то. Вы знаете, что ученики потратили много чего? Они оставили все. Как-то Петр даже упрекал Иисуса Христа, говорит, вот мы оставили все, что нам за это будет? Другими словами, мой бизнес простаивает там, жена кушать не имеет, теща моя там и болеть бывает, болеет, и проблемы у нее бывают, а я тут за тобой хожу, Иисус, что мне будет за это? Не, конечно, это звучит грубо, но по сути дела Он говорит, я трачу время на тебя, Иисус, что я получу с этого. Иисус говорит, ты не останешься без прибытка, но если ты научишься тратить время, потому что время, оно приводит тебя к определенному результату. Вы знаете, кто из вас учился в институте? Я дольше всех, наверное, учился. 12 лет тяжело подумать даже, 9 лет, это только всего лишь института. около 12 лет учебы с работой вместе. Это ненормально, я говорю. Послушай, я должен учиться всегда. Учеба, она помогает тебе для будущего, для того, чтобы получать потом в будущем. Вы знаете, самое интересное, трать время на нужные вещи, на нужное. Есть вещи, которые не нужны в твоей жизни. И некоторые учатся в институте, слава Богу, они вчера были в институте, в библейском институте. Сколько? 10 человек вас там учатся? Наших? 10. Отлично. Но самое интересное, учатся, мне нравится Рика и Бетти Стромбеков, школа. Отлично. Учеба, это хорошо, потому что там я встречаюсь снова. И самое главное еще, кто-то говорит, молитва. Почему я упустил эту? Послушайте внимательно. Мы тратим время на многие вещи. Мы сидим в компьютере, слушаем проповеди, слушаем еще. Мы думаем, что мы таким образом встретимся с Иисусом, но они просто свидетельствуют нам и рассказывают нам о том, что они знают, что они пережили в общении с Ним. Послушайте внимательно. Вера, она не приходит от того, что кто-то вам что-то рассказал. По вере моей вы можете что-то получить, но вера ваша творить будут чудеса. И Бог избрал вас, чтобы вы были Ему свидетелями. Я хочу быть свидетелем Иисуса Христа, но я должен знать, о ком я свидетельствую. И это происходит в молитве. Вы знаете, в молитве решаются некоторые вопросы, некоторые твои вопросы. Бог открывает твое сердце, твое намерение, твои задачи. И вы знаете, самое интересное, когда Иисус общался с учениками наедине, Он не учил всех, Он был с ними наедине, Он открывал им тайны. Ты нуждаешься в тайном Иисусе Христе, который врачует твое сердце, меняет твое мышление, тайну, которую тебе надо открыть перед Ним. молитва творит чудеса. Молитва. О, я не говорю ни о чем новом. Заметьте, я не говорю вам ничего нового, я просто вас стимулирую, что вам надо познать снова Иисуса Христа. Некоторые говорят, церковь не важна. Послушай, значит, ты не знаешь Иисуса. Он за церковь отдал свою жизнь. О, кто-то говорит, молитва не нужна. Слушай, внимательно, попробуй не общаться с Иисусом Христом. Ты не знаешь Иисуса. Отойдите от меня. Я никогда не знал вас. Чтение Слова и изучение нахождения Иисуса, вы хорошо делаете, когда читаете Слово Божие, но все оно должно свидетельствовать вам о нем. Если оно не свидетельствует, там написано все о нем, Он есть Слово, которое оживляет тебя. И вы знаете, самое интересное, ученичество. Я только начал проповедовать. Смотрите внимательно. В этом всем должно проявиться еще терпение. Время не самое главное. вот почему я говорю о таблетках. Потому что не все сразу помогает. Не все сразу происходит. Некоторым 10 дней надо, некоторым месяц, некоторым год, а некоторым пять. И чем больше ты в этом пребываешь, пребываешь в нем, Он начинает с тобой работать, Он начинает в тебе действовать. Терпение. В Евреях 10 36. Давайте откроем. Написано о терпении. Интересно. Он говорит евреям о исполнении воли Божьей. Вы знаете, воля Божья, чтобы мы стали благовестниками. Кто из вас знает, что это воля Божья? Чтобы мы свидетельствовали о нем? Для этого нужно терпение. Тут написано интересно, терпение нужно вам, чтобы исполнивши волю Божью. Вы знаете, некоторые свидетельствуют об Иисусе, но они не получают обещанного. Что Бог обещал нам? Слушайте внимательно, Бог обещал мне вечную жизнь, Бог обещал мне свободу, благословение. Библия говорит, многие будут говорить мне, не от твоего ли имени мы пророчеств и бесов изгоняли. И он скажет им, я никогда не знал вас. Они даже свидетельствовали о нем. Свидетельство это не все, ты должен знать Иисуса Христа, Иисус должен знать тебя. Свидетельство это не все, потому что некоторые свидетельствуют, потому что им это внушили и рассказали в церкви, потому что учителя хорошие были, но слушай внимательно, учитель тебе не поводырь, он не поведет тебя к тем людям, которые нуждаются, а есть люди, которым ты можешь послужить, идите по всему миру. Иисус дал поручение ученикам, и он говорит, идите и свидетельствуйте, идите рассказывайте, идите говорите, что вы видели во мне, что я для вас, кто я для вас, и вы знаете, каждый раз мне надо это пополнять, каждый раз мне надо это вспоминать, потому что когда Иоанн встречается с Иисусом на острове Патмос, он падает лицом, потому что он не может устоять перед ним. Какого ты Иисуса помнишь? вы знаете, некоторые помнят Иисуса Христа, он такой добренький, он так меня спас, слава Иисусу, и он всю жизнь так живет. Иоанн встречается с Иисусом, который ноги его подобно Халкаливану, он был страшен для него, он убоялся и пал замертво. Вы знаете, с таким ли ты Иисусом встретился, прошел ли этот путь, вы знаете, я верю, что нам надо пополнять свои запасы знания об Иисусе Христе, потому что Он для нас все творит новое и новое. Он для нас каждый день по-новому открывается, по-новому дает познание себе, потому что если бы я увидел все, если бы Бог дал все сразу Адаму с Евой, они как-то я пришел в церковь, Бог меня благословил, так хорошо благословил жену, дети, машина, квартира, я думаю, ну Боже, если ты так будешь меня благословлять, я лопну, остановись еще, чуть-чуть тише, спокойнее надо, надо тише. я понимаю, что в некоторых этапах моей жизни мне надо успокоиться. Давайте откроем Иакова еще, первая глава. Вера претерпевшая, третий стих, вера претерпевшая, зная, что испытание веры вашей производит терпение, подвяжись, что тебе придется потерпеть немного. Даже ученикам он сказал, ждите обещанного, он не сказал сколько, но им пришло ждать. Это не было всеюминутно. И знаете, что они делали? Первое, то, что они делали, они собрались вместе, Библия говорит, все они были единодушны вместе, в молитве, в посте, и что еще они делали? Они начали выбирать, они начали служить, они начали делать что-то, что Иисус им сказал, они избрали своего двенадцатого, потому что двенадцатый был предателем, и они избрали того двенадцатого, они начали служить церкви, и только после этого сошел Дух Святой, и после этого они имели откровение Божие. Вы знаете, терпение, это тот залог, который Бог хочет дать тебе, терпение, терпение, хочет видеть в тебе и во мне, чтобы получить, мы получили все. И вы знаете, очень важное качество, запиши себе, это посвященность, посвященность тому, что ты делаешь. Некоторые люди приходят в церковь, но они не посвятили себя, их нету здесь, они пришли и ушли, знаете, есть в церкви прихожане и ухожане, и когда в церковь приходят такие люди, они все могут, они сильные, они мудрые, они умные, но они не посвященные, они даже могут рассказать об Иисусе Христе, потому что они слышали из других проповедников, они других знают, но они не знают того Иисуса, которого знаем. Какого Иисуса знаете вы? Он среди нас, Он здесь, где двое или трое собраны во имя Мое. Вы получаете через научение, через молитву, вы получаете через откровение. Вы знаете, я вам говорю, вам надо принадлежать церкви, надо быть в церкви и надо посвятить свое служение тому, что Бог определил церкви. Он свою жизнь посвятил церкви ради учеников. ему было сложнее. Он все начинал с двенадцати. Вы знаете, как строилось раньше? Они строили сначала колонны. Они не делали основания, они ставили колонны. Основанием было вот эти колонны. Двенадцать апостолов это колонны, которые держат все здание, держат все. На основании двенадцати апостолов он строил церковь. Он их водил, он это было основанием того, что он начал. Я вам хочу сказать, если ты веришь в Иисуса Христа, ты должен понять, что церковь это то место, в котором он определил открываться, и он будет открываться. Если ты видишь послание апостолов в откровении Иоанна, он дает свое как бы послание не всем, не всем человеком, он дает церкви, служителю церкви напиши, служителю той-то церкви напиши, этой напиши. Ангел это служитель, слуга, ангелу такой-то церкви напиши. Вы знаете, о чем он заботится? Иисус продолжает заботиться, он молится о церкви, он молится о жене, он молится о том, чтобы его жена была в порядке. Вы знаете, часто мы не заботимся о своей жене, но если вы почитаете и посмотрите Евангелие, то, мужики, вы должны понять, что если вы хотите быть похожими на Иисуса Христа, вам придется заботиться о Ни. Заботиться так, чтобы она ни в чем не имела недостатка. Ладно, это упустим. Верность и посвящение. Верность и посвящение – это то, что должно быть в моей жизни. Тогда Иисуса проповедь, она доступна, она сильна, она велика. Потому что некоторые проповедуют Иисуса Христа, но они не верны. И куда ты приведешь? В кого ты приведешь? В какую церковь? О, я приведу на энкаунтер. Энкаунтер, слушай внимательно, энкаунтер не спасает тебя, надо ходить постоянно в церковь. Энкаунтер не даст тебе откровения даже о Иисусе Христа. Ты можешь получить там и инфарию, и еще что-то. Если бы они закончили днем Пятидесятницы, то все остальное неважно было бы. Но они пошли и распространились. Они начали завладевать миром. Наша задача – завладеть этим миром. Я не стыжусь благовествования Христова, ибо в нем есть сила. Оно есть сила. Но силу надо познать эту, потому что Иисуса надо знать. И я хочу, чтобы каждый из нас, он знал Иисуса Христа. Но если ты не верен тому служению, не посвящен, как ты можешь других научить? Я должен посвятить свою жизнь тому служению, которое дал мне Иисус. Иисус посвятил свою жизнь ради церкви. Вы почитайте 17 главу Иоанна. Вы поймете, за кого Он посвящает свою жизнь. Он посвящает свою жизнь за учеников, за верующих в Него, по слову их. И я вам хочу сказать, если вам скажут, что церковь неважна, слушайте внимательно, до свидания. Это Дух. Это Дух, который хочет вас просто вы забрать из церкви, из служения, чтобы вы были один. Тогда над вами можно работать. Он не будет вас. Он внушает и вам говорит, о, можно спасти себе из церкви. Да, можно. Но Иисуса знать нет. Тебе надо пребывать в теле. Ты не на обитаемом острове. Да? И очень важное качество. Давайте еще раз римлянам откроем вторую главу. Седьмой стих. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы и чести и бессмертия. Мне нравится это. Постоянство в добром деле. Постоянство в том деле, которое определил тебе Бог. Вы знаете, это не посвящение, это постоянство, которого Бог тебе дал. Постоянно в молитве. Постоянно в том служении. Это постоянно во всем, что Бог определил. Смотрите внимательно. Но здесь говорится интересная вещь. Постоянно в том, чтобы находить Иисуса и свидетельствовать о нем. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но преддаются неправде, ярости, гнев. Смотрите. Люди постоянные, пребывающие в этом, они получат награду. А люди, которые упорствуют, воюют против этого, что? Ярость получат. Смотрите внимательно. Бог, Он праведен. Он говорит о ярости и гневе. Гнев и ярость, это будет сейчас. Оно происходит. Вы знаете, некоторые думают, что ярость и гнев, оно возгорится потом. Когда-то. Но Библия говорит о суде вечном. Он происходит сейчас. Он вечный, потому что Он вечный. От начала и до конца. Он происходит сейчас. Ярость и гнев. Бог на некоторых людей очень гневается, потому что они не могут быть постоянны. Они начинают что-то делать, но они не постоянны. Они начинают учиться в институте, но не заканчивают его. Они начинают что-то делать, но не доделывают это, бросают это на кого-то. Вы знаете, рожают ребенка, а потом бросают его в детский дом. Он непостоянный. На такого человека нельзя положиться, на его нельзя дать какую-то ответственность. И эти люди пытаются что-то говорить мне. Побудь постоянно в том, что я пребываю. Потом расскажи мне. Есть некоторые люди непостоянные. И они начинают учить тебя, и они рассказывают по слову Божьему. Слушай внимательно. Заткни им рот. Ярость и гнев Божий на тех, которые говорят такое. Смотрите. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающей злое. Во-первых, иудеи. О каком зле, он говорит? Иудеи, они законники. Они, по сути дела, никому не делают зла. Они просто иудеи. Зло – это когда я непостоянен. Непостоянен в том откровении, которое я принял. Непостоянен в том, что Иисус дал мне в слове исполнения Его слова. Неверен ему. Если ты верен, во-первых, иудеи, законник – хорошо. Братья и сестры, если вы пребываете в законе и нормально чувствуете себя в законе, но перестали быть верны в том, что я перечислил, в свидетельстве, в проповеди, в откровении. То есть вы не тратите время. У вас нет терпения. У вас нет посвящения. У вас нет постоянства. Значит, что-то не то. Тут написано. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего зло. Во-первых, иудея, потом елена. Напротив, слава и честь, и мир всякому делающему доброе. Во-первых, иудею, потом и елену. Я возвращусь с 16 стих первой главы. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть силы. Я хочу, чтобы мы были постоянны в этом. Если я пребуду постоянен, а ты зря не записываешь. Ты должен записывать это. Если ты будешь постоянен в этом, ты будешь благословен. Благословение приходит от того, что ты постоянно пребываешь в этом. Кто из вас понимает, о чем я говорю? Кому-то это не нравится. Знаете почему? Потому что у вас иное Евангелие. Вам надо поменять свое мышление. Вам надо поменять свои мысли. Потому что вас еще не спас Иисус. Вы спасены через благовествование, которое вам проповедовали. Но Иисус вас еще не спас. Потому что вам надо встреча с Иисусом. Вам надо пережить с Ним встречу, а не со мной. Вы видите меня, видите других людей, но вам надо пережить встречу с Иисусом. Поэтому Никодиму нужно было пережить личное прикосновение Божье. Хотя он видел Иисуса, но он не поверил Ему, потому что еще Иисус не был прославлен. Иисус не умер на кресте. Он еще не видел Его, но он видел Его. Слушай внимательно. Есть моменты, ты можешь встречаться со многими людьми, со многими измененными людьми, но ты не меняешься. Почему? Потому что ты не поверил сам лично в Него. Для того, чтобы поверить, тебе надо принимать таблетки. Нормальные таблетки, которые оздоравливают все тело. Духовные таблетки, которые меняют твое мышление. Смотри, на что ты тратишь время. Будь в терпении. Посвящай свою жизнь тому, что ты делаешь. И будь в постоянстве. И ты увидишь результат. Это рецепт. Это рецепт. Слушай внимательно. Если ты не записал себе рецепт, я говорю больному, слушайте, запишите внимательно, потому что если вы не будете исполнять в точности, у вас будет... Одна девочка, она рыженькая, ну, по сердцу блондинка, наверное. Я ей точно сказал рецепт. Есть те мази, которые я выписываю для того, чтобы боль прошла в суставе, боль прошла в суставах. Есть тот рецепт, который я всегда выписываю. И самое интересное, я ей очень четко сказал держать полчаса. Держите полчаса. Я повторил два раза, но она не слушала уже потом. Ей бы запомнить то, что я сказал в начале. Потому что там три составляющие, сколько надо и как надо. Она на следующий день приходит ко мне. с химическим ожогом и волдырем на пальце. Доктор, что вы сделали? Я говорю, я вам этого не говорил. Дайте мой рецепт. Я ей записал. Вы видите, 30 минут. Сколько вы держали? Всю ночь. Почему вы меня спрашиваете? Вы знаете, некоторым надо понять, что если вы имеете предписанное, если вы знаете, что вам надо делать, то вам надо делать все четко. У кого какие вопросы потом? У кого какие вопросы? Пастырь виноват. Жена, которую ты дал, мне виноват. Слушай, я жене говорил не кушать. Это твоя проблема. Вы знаете, когда ты не берешь ответственность за свою жизнь сам, то ни церковь не виновата, ни пастырь не виноват. Знаешь, кто виноват? О, бес попутал, не прийти сегодня на служение. Знаешь, сколько бесов путают всех тут? Но все дошли, доехали, а мы даже из Киева приехали. Кто-то издалека вообще приехал. Но приехал же. Правда? Почему они приехали? Потому что мы хотим встречи с Иисусом. А у некоторых бес сонливости, плохого настроения и еще чего-то. Вы знаете, я вам говорю, вы можете сворачивать на бесов. Они уже привыкли, что они виноваты во всем. Но не бесам Бог сказал, что вы будете плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Вы будете частью моей. И когда ты станешь, почувствуешь, что ты часть Иисуса Христа по-настоящему, как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Не просто прийти на один день. Жить, братья, вместе. Тут жить невозможно. Как хорошо и как приятно. Единство – это то, что Бог хочет быть, чтобы было в нас. Небес путает нас. Небес. Это твои мысли. И Библия говорит, что я должен научиться их порабощать в послушании, их приводить к послушанию. Правда? Кто из вас понимает, что такое послушание? О, Репцентр поднял быстро руки. Мне нравится это. Послушание, Репцентр. Хорошо вы там их. Молодцы. Не, послушание. Это то же самое, что колдовство. Мы можем колдовать. Знаете, у нас в мыслях такое колдовство творится, когда мы не слушаем. Иисус проповедует одно, а может ли это быть, когда Господь говорит одно, а я, да ладно тебе, я лучше пойду своим путем. Послушайте внимательно. Если ты знаешь Иисуса Христа, ты станешь Ему свидетелем. Сколько бы я вас не стимулировал стать Его свидетелем, ты не станешь Его свидетелем. Если ты не узнал Его, тебе надо узнать Его. Лично встретиться с Ним. Лично прийти к Нему. Покаяться перед Ним. Принять Его. И что еще? Что еще очень важное? Чтобы Он исповедовал тебя. Чтобы Он тебя показал и сказал, это Мой, Он Мой. Ты имеешь это свидетельство внутри себя, что ты Его. Если ты не имеешь этого свидетельства, тебе нужно, тебе нужно бежать в церковь, быть в церкви, пребывать в церкви. Я вам честно скажу, жить в церкви, учиться, читать Библию, Евангелие, потому что некоторые, знаете, что читают? Легче, у нас куча литературы, легче перечитать книжечек, литературу, вместо того, чтобы... проповеди чьи-то. Слушай внимательно. Вот эта книга говорит об Иисусе. Найди там Иисуса. Встреться с Иисусом. Потрать на это время. Это ж недолго. Ты дольше тратишь на ерунду, на глупость. Правда? Потрать время на Него. Начни молиться, взывать к Нему. Библия говорит, приходящего ко Мне я не выгоню, не изгоню Бога. Правда? Если ты будешь просить у Него, Он даст тебе. Он восполнит твои нужды. Давайте встанемся. Редактор субтитров А.Семкин